Привет, меня зовут Иван. Сегодня об электронных книжках. Была у меня электронная книжка, точнее есть вот такая вот, Pocketbook 615. Я её в своё время поменял с 614 на вот эту версию, потому что у неё есть подсветка. И это очень-очень серьёзное преимущество. Но она мне как-то перестала нравиться, я заметил, что не держу её в руках, не читаю. А значит, нужно что-то менять, что-то делать. Она вот такая вот, довольно крупная, в руке плохо помещается. И экран, в принципе, не очень высокого разрешения, поэтому буквы не такие мягкие, округлые, не такие чёткие. Я стал исследовать вопрос и приобрёл такую вот книжку Onyx Books Living Stone. Хочу её вместе с вами распаковать, открыть, посмотреть свои первые впечатления, что у неё там в комплекте, как это вообще всё выглядит. Сравнить с вот этой книжечкой своей старой. Посмотрим, как это будет. Поехали! Вместе с вами давайте её откроем, посмотрим, что же я такое купил. Ну, ролик вы знаете, как называется, поэтому сам себя я уже заспойлил. Сейчас откроем, видим, как она выглядит. Видите, тут почему-то беру написано, хотя это уже давно. Marketplace не беру, а Sbermarket Store. Sberstore, вот. Тут есть, кстати, чек, это хорошо. Итак, книжка называется Onyx Books Living Stone. О, вот она. Очень красивая упаковка, я бы сказал, такая беленькая. Устройство для чтения электронных книг. Ну что, откроем давайте. Лучше, наверное, тут... А, ну, можно так снять. Оп-оп-оп-оп-оп. Наклеечка. Наклеечка отклеилась сама. Открываем. Тут магнитик. Очень дорого, богато упаковано. Сами посмотрите, какая классная здесь штуковина. Такая вещица. Кожаный чехол. И с этой стороны кожа, я уж не знаю, кожа это или нет. Ничем особо не пахнет. И магнитная, магнитная защелка. Очень приятная магнитная защелка самой книжки. Я специально хотел экран поменьше, чтобы она была... Чтобы была возможность ее держать более удобно. Но, как я вижу, в общем-то, экран такой же. То есть, вот у этой моей книжки покетбука экран. Экран. А вот у этой книжки экран. Ну, я бы сказал, что да, он, наверное, поменьше. Хотя нет, он, похоже, вообще точно такой же. Шестидюймовый, да? Шесть дюймов экран. Но сама книжка, из-за того, что у нее вот здесь вот меньше расстояния, по габаритам меньше. Это она еще сейчас в чехле находится. Мы сейчас ее оттуда достанем. И будем сравнивать. Пока что посмотрим, что там еще в коробке есть. В коробке есть зарядный кабель. Есть какой-то штрих-код, не знаю зачем. Зарядный кабель microUSB. Книжка производства 2019 года. Тогда еще насчет Type-C так с ума не сходили. В общем, еще один кабель зарядный в коллекцию. Есть инструкция. Есть, оказывается, это из MAC-центра гарантийный талон. В MAC-центре, я помню, что-то покупал. Есть хорошие, красивые инструкции на русском языке. Ну, собственно, и все. Там такая коробка классная, не хочется выбрасывать. Давайте сохраним в ней, что было. Мало ли, пригодится еще. Вдруг не понравится и продавать придется. Закрываем. Закрываем. Чик. Все, закрыли. Посмотрим на саму книжку. Открывается вот здесь. Она, насколько я понимаю, достается из чехла. Как бы только не сломать сразу. А вот так отщелкивается. Отщелкивается и достается. Чехол у нее, насколько я увидел, успел увидеть многофункциональный. О, здесь царапинка уже. Здесь, видите, эти три точки, они коннектятся с этими кнопочками. То есть, когда она в чехле, можно листать, нажимая на кнопочки. Ну, а когда она без чехла, тоже очень-очень-очень приятная на ощупь. Материал просто отличный. Пальчики, правда, остаются, но они сразу исчезают. Новый шаг в эволюции книги. Есть слот для карты microSD и зарядка. Памяти здесь даже не помню сколько. Надо будет посмотреть. Ну, как вы думаете, она заряжена? Давайте попробуем. Нажал кнопку включения. Может, надо подержать? Подержим. Оп. Onyx. Onyx Books. Ну, с виду экран очень красивый. Очень хорошего разрешения. Не сказал бы я, что он матовый. Но и, в общем-то, не особо глянцевый. Если при правильном освещении, то отражать не должен ничего. Мне очень нравится уже разрешение экрана. Можем сравнить пока с той книжкой. Давайте ее достанем из чехла. Тоже выход из книги сделаем, чтобы было видно для сравнения. Вот экраны. Смотрите, какой здесь тонкий экран. И здесь, я так понимаю, все управление сенсорное. А здесь нет. Здесь нужно ходить по меню вот этой кнопкой. И, на самом деле, не всегда понятно, куда же там, куда что-то нажимать и как перейти. Вот, видите, нужно изучать, что вот это оказывается в меню. А здесь сенсорно нажимаем сюда. Она реагирует на нажатие. Время. Ну, давайте поставим время. Сегодня. Интересно. Синхронизация даты и времени по сети. Но у меня пока нет сети. Это значит, что она может подсоединиться к сети. Спящий режим 5 минут. Интервал времени перед выключением 15. Отключение Wi-Fi. Отключение Wi-Fi при бездействии для экономии энергии. Это круто. У нее, значит, есть Wi-Fi. Давайте продолжим настройку первичную. Настройка завершена. Приятное чтение. Вот я уже увидел, что мелкие буквы отлично видны. И не придется ломать глаза. Потому что здесь, вот у этой книги, я вот, тоже мелкие буквы видны. Но все-таки разрешение поменьше. Так, что у нас тут? У нас здесь книг пока нет. Библиотека, диспетчер файлов. Что нам покажет? Внутренние памяти и книги. Книги. Тут есть какие-то книги уже загружены сюда в подарок, я так понимаю. В формате FB2. Ну, я люблю формат EPUB. И на самом деле, я уверен, что она его поддерживает. Так, тут еще раздел приложения. Вот. Рекомендуем загрузить обновленный конфигурационный файл с сервера. Это значит, что эта книжка может обновляться с сервера. То есть, она обновляет свою прошивку как смартфон. Ну, для этого нужно, наверное, подключить ее к Wi-Fi, да? А как нам подключить Wi-Fi? Вот. Я ускакал отсюда. Сеть вот она. Вот. Включить Wi-Fi. Тут, кстати, есть еще и Bluetooth. Скорее всего, для того, чтобы подключаться к наушникам. Вот он видит мои сети. 5-гигигигарцовую сеть не видит пока. Не видит. Ну, наверное, он ее и не поддерживает. Так я предполагаю. Давайте мы отключимся к обычной сети. Так, набираем пароль. А вы не подглядывайте. Подключаемся? Подключено. Отлично, отлично. То есть, мы подключились к Wi-Fi и можем обновиться. Где нам мы предлагали это сделать? Во-первых, дата и время должна выставиться автоматически. Да, выставилась. Где нам обновить прошивку? Обновление системы. Я с первого раза угадал. Проверить обновление. Такое интересное ощущение. Тыкаешь, как будто по бумаге. Пакет обновлений отсутствует. Значит, не будем обновлять. На этой книжке установлена версия Android 4.4.4. Сборка такая-то. Пожалуй, автообновление я выключу. Не люблю я, когда за меня решают. Как и многие. Ну что, здесь, собственно, больше настраивать нечего. Я знаю, что можно на эту книжку передавать файлы через Wi-Fi. Мне это как-то не очень нужно. Собственно, у меня есть файлы на карточке. Плюс я подключу просто книжку к компьютеру и перенесу на нее файл. Но, может быть, и можно посмотреть, как это делать. Давайте попробуем открыть какую-нибудь книжку, которая здесь есть, чтобы просто посмотреть, как она будет выглядеть на экране. Вот он открывает FB2. Как мы будем листать? Эта кнопка, вероятно, возвращает домой. А, назад, вперед. Открыв книгу, свернуть программу. Кнопка эта не нажимается вправо-влево. Она нажимается только вызывая меню. Соответственно, домой можно попасть, тыкнув пальцем кнопку «Домой». А вот я хочу перелистнуть страницу. Ага, вот в правую часть экрана я тыкаю, страница перелистывается. Здесь выбран такой довольно-таки жесткий шрифт, очень контрастный. Но можно вот так пальчиками, как на айфоне, на смартфоне, раздвинуть, и увеличивается размер. Или уменьшается. Уменьшается. Интересно, если уменьшить до очень маленького, будет вообще что-нибудь видно или нет? Ну, смотрите, для любителей читать мелкие буквы, я вот уменьшил уже очень сильно, а по-прежнему все читается. Класс! Вот здесь я уже начинаю плохо видеть, но по-прежнему еще можно уменьшить. Так. Ну, вот так читать-то мне, конечно, не очень хорошо. Здесь внизу показывается процент прочитанного, видимо. Здесь показывается... Что? Непонятно. А, наверное, сколько осталось, да? Так, часы здесь, и здесь часы. Увеличим обратно. Что вот это? Это подсветка, скорее всего. Нажмем на подсветку. И вот здесь очень хорошая, интересная особенность этой книги. Тут можно менять подсветку. Синхронизация, вероятно, это... Что у нас? Синхронизируется с датчиком освещения. Очень интересно. Можно добавлять теплоты подсветки. Вот, я не знаю, видно или нет. Алиса, выключи настольную лампу. Вот, сейчас мы практически в полной темноте смотрим. Я увеличил теплоту света и уменьшил ее. А вот теперь холодный свет увеличил. Видите, подсветка холодная. То есть двумя компонентами можно регулировать удобный для глаз, получать удобный для глаз свет. Например, вот такой вот желтый свет. Мне очень нравится. На полную. О, класс вообще. Да, это, конечно, очень большое преимущество этой книжки, что можно вот такой вот свет разнообразный получать. Потому что у этой книжки только один тип подсветки. Вот этой вот. Смотрите, видите? Можно у нее... Даже непонятно, как туда попасть сразу. А вот сюда переходим и только меняется подсветка одного оттенка. Надо, конечно, признать, что очень яркий этот оттенок. Ага, он включается-выключается. Видите? Она светится. А здесь, если на полную врубить... Вот так вот будет. Давайте здесь тоже сделаем на полную, чтобы сравнить. Вот. И какую-нибудь книгу откроем. Интересно, что такое синхронизация? Вот ответ я не пойму. Надо будет понять. А, тут еще и несколько вариантов есть. Смотрите, первый вариант, второй вариант, третий вариант. И все эти варианты, они какие-то слабого света. Вероятно, их можно запомнить. Можно выключать или включать холодный свет. Вот. Соответственно, давайте еще раз посмотрим, как это будет при полном освещении. Вот так вот интересно. И примерно увеличим размер шрифта. Ну что же, вот видите, размер экрана здесь одинаковый, что у той, что у этой книжки. Но разрешение выше и сами габариты книжки меньше. Ну что, мне пока нравится. Мне нравится. Удобно очень держать в одной руке даже. И я думаю, что когда я буду держать в одной руке, вот с этим вот чехлом... Алиса, включи настольную лампу. Да, у меня тут умный дом. В общем-то, давно работает. Если интересно, посмотрите. Вот ролик сейчас будет подсказочка. Насчет этого умного дома, как его можно настроить. От Яндекса. Так, вот я сейчас в чехол засуну. Так, защёлкалась. Хорошо. Здесь переворачиваем. И вот держа вот так, невероятно удобно листать вниз-вверх. Наверное, эти кнопки можно перенастроить. Я уверен, что можно. Следующая страница. 7. Да, вот нижняя кнопочка вверх. Верхний вниз. А я бы хотел, конечно, вот здесь мне было бы удобнее. Ну, может быть, это дело привычки. Ну, что, мне очень-очень нравится экран. Прям просто класс. Я читал, что самое высокое разрешение книжек Kindle от Amazon. Ну, вот это просто следующий шаг в электронных книгах. Вот это, хотя она и не новая. Есть и поновее. Интересно, вот я закрыл. Она выключилась. О, смотрите, закрываешь чехол. Она выключается. Вот умная какая. Ну-ка, закрыть. Открыть. Она включается. Класс. Ну, вот для чего чехол, собственно, и нужен. Работает как iPad. Как чехол для iPad. И вот здесь видите углубление есть. Специально, чтобы можно было ее вот так вот открывать. Ну, что, эта книжка уже мне нравится, уже фаворит. Ну-ка, выключить. Все, выключилось. Это, вероятно, момент засыпания произошел. На этом, думаю, воспаковку мы закончим. Вернем нашу книжку, старую, в принадлежащий ей чехол. Я поменял в свое время 614 книжку, по-моему, на вот эту 615 из-за подсветки. Потому что без подсветки совершенно невозможно. И она довольно громоздкая какая-то. Это прям вот, прям берешь в руку и нравится. Прям вот, класс. Еще эти закругленные края. Вот. Здесь вот резинка, а здесь магнитик. Вот, я думаю, что, ну, я думаю, что можно меня поздравить с этой новой книжкой. Буду ей пользоваться, читать. Какие-то продвинутые ее возможности, типа там переброски файлов по Wi-Fi и разные другие, вы найдете без труда в YouTube. Так, друзья, хотел уже закончить видео, но решил попользоваться книжкой, понастраивать ее. И обнаружил несколько вещей, которые прям мне очень понравились. Во-первых, когда вот заходим в книжку, ну, естественно, тут можно менять шрифт туда-сюда. Шрифт меняется, если вот куда-то тыкнуть посерединке, появляется меню, где, например, можно включить жирный и выключить жирный. Это самая часто используемая функция. Ну, и, собственно говоря, вот здесь прям шрифты, они рядом. Можно выбрать размер, расстояние, миссисрочный и так далее. И что мне еще понравилось, вот если вернуться домой, а потом пойти в библиотеку, здесь вот есть, видите, авторы и названия. До того, как я не нажал сканировать, вот здесь вот, авторы и названия не были видны. Но в этой памяти уже в поставке идет несколько книг, и можно нажать сканировать, и он сканирует память книги на наличие книг, обновляет библиотеку. И можно вот так нажать в авторы и увидеть книжки по авторам. Это очень круто. Увидеть книжки по названиям, прям вот так вот. Из них, из этих файлов вытащены названия. Это очень классно, вот прям супер. И, соответственно, очень нравится, что все листается вот так вот, как в смартфоне, все очень привычно. Такие вот дела. Пока мне очень нравятся, я продолжу пользоваться. Считаю, что это одна из лучших книжек, которую я вообще держал в руках. Мне очень понравилось держать ее одной рукой. Точнее, как, вот держать в левой руке, например, и правой вот так вот тыкать. Здесь получается как бы вроде двух руках, но можно и так. Просто здесь, боюсь, выскользнет. В этом случае лучше, конечно, использовать чехол, полную его функциональность. И держать вот так здорово и одной рукой. И очень круто то, что ты когда закрываешь, она выключается. Это прям космос. Ну, то есть все работает так, как ожидается, как ты ожидаешь. Видите, открываю, она включается. Плюс настройка вот этой яркости, вечерней, ночной, с оттенком желтого или синего. Просто супер, просто супер. Очень доволен я пока. Первое впечатление положительное. Посмотрим, как дальше будет. Ну что же, такое вот видео получилось. Первое впечатление, восторги, вау. Посмотрим, как эта книжка себя проявит в дальнейшем. Мне самому интересно. Если вам интересно, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео, которое я запишу обязательно по результатам эксплуатации первичной. Через неделю, через месяц я расскажу о том, как мне эта книжка зашла, не зашла, стал ли я больше читать, что самое важное, ну и так далее. Спасибо огромное, что смотрите. Пока! Субтитры подогнал «Симон»